а вот теперь точно всем привет у нас сегодня гостях юра и имя имя скажем все остальное уже уже сам сам как как посчитаешь по подписи это непонятно да и расскажи в конце свою историю каким образом ты к нам попал каким образом в америку попал и все так дальше я походу буду спрашивать вопросы мы там давай вообще давай начнем с того как я докатился дойти вообще вообще знакомство с айти еще на году в 2018 еще находясь в москве я подумал одним прекрасным днем проснулся и понял что все буду айтишник как нормально любой нормальный человек пошел купил себе книгу java мы сейчас буду учить открыл понял что это не вариант это нереально и начал искать какие-то курсы купил в москве курсы первые свои на python разработчика учился месяцев 10 наверное далеко дошли после этого я переехал в америку в девятнадцатом летом тебя много людей в америке ждали до 0 вообще никого не было ни знакомых ни родственников никого в какой город в нью-йорк если никто не ждет куда надо ехать в нью-йорк без языка и без всего ты едешь ну как на брайтон не 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 давай уж не будем совсем это совсем тяжкий менее рядом недалеко недалеко бруклин ну бруклин естественно бруклин огромный район просто недалеко от братья чтобы можно было за чем-то русским сходить вот и короче начал искать свою первую работу в москве сразу я помню вопрос с вчера в москве я работал в выставочном бизнесе наша компания была генеральным застройщиком выставочного комплекса экспо центр это крупнейший в россии наверное то есть айти вообще не связано от слова совсем приехал начал искать свою работу как обычно думал ну кому я здесь нужен надо начинать с чего-то как все мувинг стройку все остальное сходил на мувинг на один день вернулся и понял что я сделаю все лишь бы туда не возвращаться потом я начал искать работу это пианино какой-то везли нью-йоркские дома древние с узенькими узенькими лестницами слава богу не было пианино мне дивана хватило особенно это еще был июль месяц жара ну все как надо чтобы понять все прелести этой работы и понять что это я не вернусь никогда но тебе твои одна эти коллеги говорили ничего втянешься да кто которые работали на мувинге да они грифовали им нравилось я нет я понимал что это вообще мимо потом я начал искать работу что-то такое связано с рекламой и нашел рекламу работу сайн кампани сайн кампани это реклама компания которая делает наружную рекламу на все эти объемные логотипы светящиеся ну все подряд короче и где-то в сентябре наверное того самого девятнадцатого года в сентябре я уже в годах попутался короче в сентябре я помню что я начал возвращаться в айти нашел курсы ну к тому моменту я уже понимал что разработчик с нуля это тяжело без бэкграунда без всего это тяжело нужно что попроще на юэй нормально как раз тогда активно пиарили одну компанию не будем называть имя одну школу твои конкуренты я пошел к ним на мэнил отучился и там проект уже был я постоянно там работая сайн кампани я по вечерам учился и возвращался периодически к ним там на проекте так ну чтобы не забывать потом я так долго это все было на год полтора это периодически возвращался что-то там вспоминал осваивать освежить знания и все ничего особенного не было потом бахнул ковид ковид я подумал все-таки нет все-таки а python разработчик вернулся обратно начал опять гонять по это погонял понял что нет все таки не платен разработчик и тут мне посоветовали твои курсы твой студент который закончил студентка посоветовал твои я пришел к тебе на qa automation учились учились и чё-то посередине какой-то такой учебы не запомнишь ты нет мне стало скучно я перевелся на фронт-энд но тогда уже я начал работу искать и я подумал что у меня пока это уже знаю много java script прошел вот эти все то что у тебя были на бесплатная java script syntax вот это все я все прошел как бы знание уже были неплохие то есть папа это но поджали можно начинать но прижимала потому что работу я поменял сань компании я уволился и переехал во флориду и начал искать работу и мэнил и у тебя продолжаю учатся учиться у тебя на фронт-энд искал я во флориде наверное месяц там вообще глухо просто там найти работу во флориде и это тяжело там что-то было два интервью одна из них компания royal caribbean лайнер это дело такое они были и была компания которая делает экспеди приложение с ними дофига далеко дошли номер пять интервью наверно прошли столько всего перерешал им задач разных и в итоге в последний момент почему-то они отказали я не знаю почему не объяснили потом я начал рассылать резюме уже по всей америки мне уже было все равно где и вот наверное месяца если скажу месяц у меня это заняло через месяц я вышел на ту компанию где сейчас работаю они со мной связались и принеслась круто ребята если у вас есть вопросы то вы пишите их в чат спрашивают в каком штате ты сейчас работаешь часы в калифорнии а ты переехал в калифорнию да я переехал да да потому что я когда получил оффер от этой компании у них требование было что я должен жить недалеко от сан-франциско а ты сам с семьей я семью у меня жена ребенок кошки собаки ну кошка комплект собаки нет и вот мы все такой компанией мы ехали ехали машина ехали да мы поехали на машине как бы муринг поехал с нашими шмотками я с собой взял то что нужно там монитор стол чтобы начать работать и мы на машине ты напрямую работаешь или через вендора я работаю через вендор потому что контрактник но опять же как компания большая у них свой вендор когда я общался с и чаром и чар был не вендоровский не рекрутер и чары штате компании сотрудник компании просто такой пока контракт но задачи сложные все относительно относительно того что я скажу так знаешь сложность в том что мы называем компанией или нет нашли игру мне в принципе я говорю я ничего не рассказал такого секрета могу назвать компанию понял логотипом да да то есть работаю sony playstation и сложность в том была поначалу то что для sony playstation все кастомное то есть к софт-консоли полностью кастом автоматизация хоть она и написана там за основу взятым selenium но все библиотеки кастомные все все написано кастомно и когда что-то было непонятно ну гуглить не получится сразу то забудь гуглить не работает здесь а слова совсем и поэтому ты либо все спрашиваешь либо confluence в таком духе не ищешь ответа в этом было сложно потому что ну как бы к этому подготовиться нельзя а ты когда в принципе как бы детали про продукт не надо рассказывать это будет это не не буду я знаю детали не буду детали никому не нужны тут принципе все кто работал в корпорациях понимают всю эту кухню но то что они даже то что большие компании имеют ресурс на то чтобы позволить себе делать все 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 инструменты то есть к выражения под себя делать под себя но немного другой контекст а давай все подумали нормально да делать все все инструменты под свои нужды то ну да то есть день денег много а расскажи лучше про то давай начнем чуть-чуть на назад как у тебя было обучение на на фронт-энд потому что ты пошел на текущий работаешь как фронт-энд разработчик не автоматично я же искал я не доучаясь на фронт-энда я уже нашел и поэтому подумал ну окей ну значит значит твой следующий у тебя сейчас весь время ты можешь взять попробовать опять фронт-энд фулстак опять же пожелали сколько времени ты занимался им на кодингом потому что автомэйшн предполагает что пишешь код также именно когда учился ты не шеду с удара уже работы когда учился сколько времени за много много когда у тебя учился до этого папа это ну я про много занимался там 10 месяцев было обучение такое было очень интенсивный там были такие серьезные задачи и сам заканчивалась тем что условно мы писали бота для соцсети которые условно бот по покупке авиабилетов который понимал вопросы клиента анализировал связывался по API с авиасейлс там брал расписание рейс и все вот это плюс прикручена была это не интеграция от блогеров все авиасейлс это просто был самый популярный API был доступный поэтому его использовать связывался там понимал брал реальные расписание рейсов то есть там да то есть ну короче плюс была прикручена база данных чтобы если вдруг там клиент дропнул на каком-то моменте чтобы когда он вернулся обратно он продолжил на том этапе где остановился такое то есть ну это было серьезно то есть ну и плюс все это было покрыто юнит тестами естественно все как положено и вот тогда я занимался ну прям много то есть я прям приходил с работы когда жил там 7 вечера ужинал и садился ну часов до 11 каждый день 5 дней в неделю то есть телевизор телевизор у вас был я вообще забыл про него серьезно вот тогда прям был такой отрезок там может полгода это было прям действительно вот так когда начался ковид там прям еще больше еще больше времени этому уделял и плюс когда потом когда у тебя учился мало того что я прошел все вот эти там джаваскрипт синтексы practice все вот это прошел плюс этот код варс не помню до какого уровня там дошел то есть тоже там ну далеко за пределом программа то что у тебя данного хоть именно мне нравится кодинг не скучно вот теория вот эта вся была почему я ушел тогда с аквей в этой теории тест кейса вот это все мне было скучно а вот кодинг прям не нравился поэтому и ему я уделял много времени попробуй попробуй фронтен мы сейчас очень интересный проект делаем но еще обычный вопрос ну я просто буду я прочитаю вопросы все которые в чате да у тебя есть дисконт на продукты компании на некоторые но я контрактник я контрактник поэтому самое же у контрактников нет всех бенефитов которые есть у полтайна но ты разве чувствуешь себя как бы типа там сотрудники второго сорта вообще нет вообще единственная разница это то что действительно нету просто всех бенефитов как отношения как твоему мнению прислушиваются абсолютно одинаково это стереотипа нету нету второго третьего сорта ну начнем с того что ну никто не знает кто ты как бы да там слайки ты написано как ей software инженер минут все там не написано контракт не контракт где-то откуда она это хорошо но в некоторых компаниях это там можно подвести там написано типа контракт типа вендора еще у нас есть подрядчики из индии у них написано вендор или консультант но все кто здесь у всех написано просто вот его читать а ты в офис ходишь за полтора года вовсе был раз пять это все было обшину просто иногда в некоторых компаниях еще и бэйджики отличаются бэйджики отличаются бэйджики отличаются цветные серые да 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 один в один как ты сказал у полтайм серых у нас цветные да хорошо расскажи про процесс до до офера сколько у тебя было интервью и насколько это сложно было проходить какие сложные задачи были какие легкие с чем с чем сталкивался на какие качества может там хватало никто не хватало интервью интервью было очень много вот прям реально много точно больше сотни потому что я рассылал интер резюме очень активно было много интервью на поначалу я прям валился мне кажется сразу там по-английски то что там я не понимал английского не хватало что честно не помню прям чтобы какие-то были такие задачи которые называли где-то никто же не говорит почему-то тебя не взяли старался отвечать на вопросы как бы все вопросы которые задавали принципе на все из них я знал ответы не было потому что я люблю я не в резюме было написано то что я знаю то что действительно знаю что могу сказать и бы я на все отвечал просто какие-то момент знаешь я не понимал вопросы еще что-то но как бы процессе это все ушло под конец было общаться в принципе ну прям задач но ки я помню rockstar я в rockstar подавался дак ты знаю эту компанию они мне прислали задачу там что-то код был автоматизации написан и надо было его исправить чтобы он не рабочий надо было его исправить я помню я сделал потому что они прислали мне просто ссылку на какую-то там сэндбокс у меня было полчаса и там прям кода было нормально 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 строк я помню я я посмотрел я даже пробовать не стал я понял что нет что-то это как-то но там блин они тоже какие-то странные на я сомнения не понимаю потому что но видно было что у них тоже все кастомное rockstar это rockstar там тоже было кастомное вот вот я понял что нет я я понимаю что написано но что должно быть что это тестирует как бы но без объекта тестирования то есть тяжело понять на чем падает кофе и чего-то я даже не стал тогда да 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 есть такое то есть были такие здания то есть были были просто просто резюмирую что есть такие задания иногда присылают неадекватные по времени на которые нужно либо очень много времени потратить ну его было бы легко наверно решить если окей вдали бы объект тестирования что я запустил код я увидел хотя бы где он упал а там не было там просто кота типа исправьте я помню я так мельком пробежался его ну я вообще не вижу даже с чего начать но там нормально было там было но сотня строк там была то есть там прям нормальный тест я понимаю что я даже не знаю за что взяться и полчаса времени ты только переходишь на ссылку все таймер пошел я посидел пять минут посмотрел не вообще без варианта дальше да нормальная практика тоже экономишь свое время понимаешь что ну я понимаю что ну а что тут ничего сидеть но если я вот не знаю за что схватиться я просто не помню может быть там была позиция можно на сильном подавался потому что там пусть а первого месяца флориды я уже рассылал просто как я бы не смотрел там синер джуниор там ее инженер все полетело дальше разберемся я тебе про sony могу рассказать опять же я в sony подался на синего и мне прислали письмо там где было расписано также просто обычный hr ответил email там было написано требование и надо было написать сколько лет у меня есть опыта по каждому там было расписано и все что там было расписано я это в принципе все знал там то есть там python apium я знал но опыта реального у меня не было и я тогда не стал им отвечать как в таблице таблицу прислал я не стал таблицы отвечать я просто написал письмо большое что я очень хотел бы бла и ла бла но я умею реально то 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 вот этого то что у вас есть опыта реального нету но желания полно и не поверишь они для через два не перезвонил hr и говорит то что на синего ты не подходишь но у нас есть контракт позиция на middle как бы ты согласен на грунт и конечно ну конечно окей там я сказал конечно окей а сам там прыгал у меня вообще окей вот и и все и как бы начался процесс а то есть у тебя сейчас позиция называется и так виду middle миддл а юэй software инженер миддл но у меня сразу началась она миддл и мне кажется она не изменится если меня не конвертут full time либо что-то потому что ну контракт позиция на миддл либо ты не либо ты не перейдешь другую компанию ну или так или контракт не продлять ну понятно да ну то есть именно конвертнуться на этой позиции дальше наверное нельзя там надо какие-то другие варианты это это верно но я тебе просто моим подтверждение с того что я видел можно очень долго сидеть на одной позиции и самый быстрый рост это и и в деньгах и в позициях это если ты просто переходишь другую компанию а за это время пока ты работаешь естественно набираешься опыта набираешься каких-то скиллов еще по каких-то по сторонам натягиваешь и тогда можно претендовать на какую-то другую позицию если захочется конечно но я об этом думал на самом деле можно такие мысли возникали особенно под конец контракта где мы вообще возникает постоянно а теперь уже конец контракта 17 марта вот не он уже продлён как бы все порядка но просто ну не хочу но я кайфую здесь здесь круто а ты ты работаешь типа и компания который который занимается играми но ты игры не тестируешь мне playstation не занимается играми playstation выпускает консоль но если выпускают компании другие студии выпускаем консоль и мы тестируем софт консоли да а давай чуть-чуть ну как бы детали детали наверное не будем но насколько ну то есть ты не тестируешь сам саму железку правильно хардвер нет нет вы тестировать как бы тестируете софт но никаких вот то есть это никак не связано просто у нас есть часть людей обычно подростков которые говорят типа я люблю играть а почему мне не пойти стать тестировщиком я оплавился в rockstar вот rockstar компания которая выпускает игры и у них тестируют игры на sony playstation выпускает только игровую консоли как бы ты себе представлял представлял что тестируешь играть по той игры я понятия не имею я я это больше не скажу я не понимаю как тестировать игры я знаю что их тестируют на них также есть автоматизация они не сидят и играют в игру нет она тестируется совершенно по-другому точно также там через код через все остальное потому что но опять же играя в игру ты не проиграешь все сценарии окей как маленькая игра может быть но представь окей там rockstar gta 5 то есть все сценарии но нет не покроешь там она как-то я даже не представляю честно мне это интересно реально интересно но я не знаю как они это делают у меня знакомый он играл в этой кто это fifa сделал он там сидел целый день играли в игру но это есть опять же есть разные тестировщики есть и скидочные которые уже там условно приходят там на пре альфа тестирование на бета тестирование когда игра закончена и работы но ты же тестируешь процессе и тогда покрывается автоматизация как-то автоматизация ты же не будешь там там пройди сюда прыгни присядь нет она через код будет идти явно как очень понятно понятия не имею сколько ты часов в день работаешь восемь 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 а во сколько начала рабочего дня 9 9 9 до 6 час но это все очень очень flexible очень максимум то есть там обед условно с 12 часа но ты можешь этого в любое время также когда его ты съездили можете этого в любое время никто за тобой не смотрит я если честно я работаю часто больше но я работаю часто больше только из-за того что я этого хочу потому что иногда там бывает из-за автоматизации сидишь и вот есть идея и я не могу бросить все рабочее время закончился я завтра не вспомнил и код начну читать а не прочитаю и как бы и бывает такое этом сижу там что-то сделал блин сработало теперь и вот это сработает и понеслась и время 11 твою девизию спать пора бывает такое но это чисто мое овертаймов тут овертайм я работал один раз когда действительно попросили но это было опять же из-за специфики то что sony playstation компания америка и япония и из-за разницы часовых поясов перед релизом но какой-то нашелся бак и я его нашел и я ждал просто пока проснется япония потому что нужно было полностью его ну во первых ну естественно баг-репорт был составлен полностью но требовалось там дальнейшее участие потому что там условно консоль переходила в такой особый режим и он был только у меня и поэтому нужен был доступ нужен был вот один раз и то это было максимально культурно и опять же мой элит она мне говорила то что я могу остаться поедине без проблем у меня вообще это было причем можно третий месяц работы то есть там только только вот он бординг закончился и такое было я помню что у нас когда были кита перри ну типа овертайм или что-то еще там менеджер заказывал пиццу какую-то еду в офис любые развлечения сидите работаете в офисе так и есть в офисе еда бесплатно бесплатно все бесплатно но опять что ты можешь туда ездить тебе нужно то есть я могу туда ездить хоть каждый день у нас это все общем абсолютно я могу хоть ездить хоть каждый день просто смысла сейчас нету потому что девайсы дома ехать туда и подключаться оттуда домой ну так себе идея так вы вы непосредственно взаимодействуете с железкой также да да софт софт кастомный и он только на консоли поэтому ну давай так я сейчас не буду детали у нас два продукта один в аппликейшн второй софт консоли это это уже это уже детали это уже детали почему я говорю в аппликейшн просто ну веб-сайт один веб-сайт второй софт консоли вот все вот эта максимальная деталь которого не сказать да так что кто раскатал губу закатайте сколько лет опыта у тебя в том резюме который ты подавал антон так там и есть на самом деле там написано если найти мой резюме что там указано первая школа и вот 18-19 год короче вот тот сентябрь когда я начал когда у тебя прилетел в америку иначе вначале отучился два месяца а потом там периодически возвращался поэтому все вот это я просто указал вот этот промежуток времени и там прям так оно и есть то что там ну типа курс учеба вот так и написано и такое интервью и отвечал и я также когда перед тем как найти я говорю что в данный момент я вот учусь в пасы и так и говоря тоже то есть там там есть вот этот опыт он у меня действительно было бы топа потом был такой важном да может рваный где-то пище и там где-то то но в итоге до этой компании и то и то подошло потому что здесь нужен и java script и python и как бы получается я занимался и тем и тем и то и то мне нужно здесь но тебе реально нужен сейчас java script и python ты их используешь да 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 каждый ну нет давай так java script я использую уже вот как больше года на постоянку ладно еще одна деталь java script для автоматизации веб python для консоли логично логично так и читаю консоль я начал работать может там последний месяц потому что работы было много но и втягивался и тоже там очень очень все специфично очень все кастом а сколько а сколько ты уже времени там работаешь полтора года вот 17 марта будет полтора года а контракт продлевают по году или по полгода первый раз был на год потом на пол и сейчас еще раз на пол и что все время сидя работаешь ну а как люди работают в офисе ну что лежа окей можно конечно купить крутой стол там не лёжа не вариант не стоя лежа а лежа не но ты не ляжешь я говорю много девайсов что они тут заблюдены стоят и вот так вот она вот до пола вот так вот настоящий программе есть крошки кетчуп форма нормальная я зал хожу все я за собой слежу жиром не заплыл вот за все это время ни килограмма не прибавил даже сбросил давай так но это вопрос и зала да так она спрашивает ну да нас интересуется для себя 100 120 тысяч для нас для студентов нормально просить ну судя по всему на автомейшн как ты считаешь но не это не вопрос про твою заплату не надо я понял я понял вопрос ну блин как нормально если ты знаешь на эти деньги нормально если ты действительно знаешь автомейшн тебя возьмут и скажут вот автомейшн пожалуйста давай там там же самый джаваскрипт просто пишет из кейса и ты действительно будешь писать да нормально я считаю да тут еще накидывают идею маленькую дорожку и стол высокий я видел таких да надо попробовать кому-нибудь а потом попробовать советую тебя не представляю как я видел некоторые стоят на такое как такой полукруг я видел работе когда в промежутках между sony и sign company я еще успел поработать начальником склада компании по продаже инструментов российских в нью-йорке слабо у меня начальник вот он работал стоя и на я не знаю зачем это честно я не знаю ноги тренировать чтобы тренировать наверно как бы ну ноги тренировать можно ходить я и сижу долго часы говорят вставать я понял встал пошел походил там отжался туда-сюда нормально ребята пишите вопросы я знаю что вы там вас интересуют какие-то какие-то темы что-то что-то что такое вы можете вопросы писать не факт что не факт что на них получите ответ но вопросы пишите а расскажи как ты чувствуешь сейчас вот корпоративная культура ты чувствуешь какое-то ну допустим там вы работаете еще с другим континентом какое-то вот особое или какое-то отношение или или очень ну как как вообще может быть какое-то пренебрежительное отношение потому что ты говоришь с акцентом например у кого это эти компания огромная много очень много сотрудников и тут есть все вот ну прям вот все и у нас в команде у меня в команде есть индусы американцы японцы я как бы поэтому кстати как японцы говорят на английском ну очень специфично ну на самом деле понятно но за вот эти полтора года ну наверно уровень английского мой вырос может быть неразговорного но в плане понимания так точно то есть как бы поначалу было тяжело с людьми из индии бы не очень но сейчас нормально то есть сейчас заходят отличные там и американцы когда говорят тяжело заходят как говорят очень быстро и неважно кто американец неамериканец есть такие которые говорят очень быстро глотают половину слов и там все равно откуда он даже умудка мирно и перед на американцам тяжело понимать предыдущий был продукт он на такая девушка она очень быстро говорила там иногда бывали проблемы и приобрет пренебрежительного отношения абсолютно нет особенно от японцев они но на самом деле максимально крутые максимально культурные и но мне кажется у них менталитет про японцев я никогда не слышал что японцы какие-то там могут быть грубые и ничего это они максимально культурные максимально вежливые вообще ну да все такие вот честно в компании работаю вот все все с кем я взаимодействовал все лучше крутые люди никогда из ничего не чувствовал я тебе больше скажу я можно это говорить она в морде в декабре у нас был воркшап и я презентовал во-первых ты представляешь насколько я переживал опять же из-за английского презентуешь и презентация час времени прям 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 перед менеджментом прям прям японцы прилетели и я мог бы посидеть я посидел ты не представляешь как меня поддерживали все вот просто все было видно что нервничаю там тяжело было не заметить по моему белому лицу поддерживали просто все и даже несмотря там на регалии на должности и там и синер директора были очень круто максимально легко прошло благодаря вот этой поддержки просто вот людей максимально легко максимально так вот на одном дыхании и ну круто но ты репетировал эту речь или как-то готовился речь нет я знаю что с института даже со школы если поставил так я никогда не репетирую я не знаю смысл репетировать надо импровизировать я да нет я сделал презентацию была презентация там на экране все положено была презентация я знал что я показываю я знал порядок в каком я иду я специально я сделал порядок такой ну презентация была нормальная как по мне и просто по ходу шли реагирует зал работал по залу но но то что ты им говорил так как было это было какая-то важная это не было как это номинальная презентация правильно презентация продукта для других команд потому что командам которые которые никогда его не видели вот так то есть как бы то же самое что сейчас тебе покажу ты его первый раз увидишь и это важно потому что тебе с ним работать была нормальная презентация не просто какая-то лайтовый и вопросы были потом много и ответы все было ну для меня это было очень важно и самое главное там даже не то что презентация а как она прошла и какую поддержку просто тогда все и там могу ровно самое главное что вот было всем сором на должности на все это это было очень круто это прям да читаю вопрос этот вилета был вопрос да сколько времени до полного от учебы до до полного ну давай давай начнем так от того момента как ты начал автомейшн допустим джаваскрипт до до офера сколько у тебя времени прошло java script automation я к тебе пришел по моему в январе 21 по моему или февраль я не помню честно где-то там в начале года 21 может январь февраль март вот эти три месяца не помню точно да где-то в рамках этих трех месяцев получил я от 1 сентября этого же года 21 ну вот кто может посчитать посчитать то есть ну как бы и начал я искать одиннадцатого июня потому что вот это я помню точно да я не помню когда я начал учиться я помню что я одиннадцатого июня переехал из нью-йорка во флориду и с того момента вот прям я я там не работал во флориде уже и вот с того момента прямо со следующего дня я начал рассказать резюме и учась параллельно у тебя на фронт-энд я помню что я учился и у тебя был перерыв с фронт-эндом когда я решил перейти и там сколько то ли месяц поли полтора у тебя был перерыв до запуска нового фронт-энд курса и вот поэтому не помню когда я начал январь февраль март где-то так короче ну к этому к этому времени уже был бэкграунд то есть была там базу наверное такая самая база java скрипта то что больше спайтера но было неплохое понимание пайтона и было вообще понимание что такое код как он работает вот эти все функции классы ну все вот это вот это все понимание но было и поэтому когда я пришел к тебе а вот это вот джава скрипт синтакс она все легко пошло потому что все понятно просто другой синтакс да 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 верно я когда даже я был очень удивлен что в пайтон и джава скрипт так сильно похожи я почему-то всегда представлял себе джава скрипт что ну джава скрипт наверное что-то с джавой связано а я помню джаву когда там что-то там написать строку там какую-то просто на экран вывести hello world там надо с ума сойти класс void и все это да 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 статик void там что-то стримка rgs вот этот print ln что пишет непонятно помню python print hello world за счет руслан философский вопрос задает как ты думаешь почему тебя взяли на работу говорят это первый почему тебя взяли на работу и давай на него ответим сначала потому остальную часть потому что я искал работу и нужен был человек все очень просто гениально ну окей опять же ты не спросил проходила интервью с сони то есть они тоже просто там да мне позвонили там банагер да окей теперь пишу на мидл и все возьмем нет было 6 интервью это все весь процесс длится месяц и там было так ну нормально и и там мы были и задачи решали на пайтоне сэндбоксе там и все все было и вот исходя из всего вот этого наверное подошел ну потому что из и по софт скиллам и по по кодингу ты соответствовал их требованиям да вот наверное да потому что задачи были на пайтоне я их решил да тогда я помню на задачах я там так затупил тогда потому что тогда я приключился на джаваскрипт я просто ну из головы просто повылетали некоторые методы функции пайтона просто повылетали типа сплит вот это все я просто забыл как оно на пайтоне то пишется я объясняю что я знаю нужно сделать вот это потом вот это вот это я забыл вот просто как она пишется именно по этой ну 6 6 интервью это конечно но 6 раундов до 6 6 раундов и плюс были вчера тоже рассказывал интервью тоже были раунды когда там час с одним потом сразу другим потом сразу встретим было все это было особо особенно ну как бы так впечатление когда ты вроде там проходишь такой долгие этапы все 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 как будто думаешь уже сейчас offer пришлют спасибо спасибо так с экспедией было так с экспедией был мы реально с ними ну вот если там сравнить соли окей то практически то же самое все прошли и как по моему ощущению что вот на последнем вот раунде почему-то улетел то есть на тоже были там не было кодинга как бы в реал тайминг интервью они присылали ссылки на задачи там интересные были там были не задачи по кодингу там были вопросы 50 вопросов и 15 минут времени типа квиз какой-то да 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 и там такие знаешь больше на такую сообразительность на логику и вот я точно думаю что это не знал ну тупо там многие вопросы я пока переведешь потому что но английский не такое вопросы прям ну надо понять вопрос потому что ответ разница в ответа была на в мелочи какой-нибудь и я помню что я у них прошел первый раз я это написал и что-то они и чар позвонила вы у нас не добрали один балл для прохода этого раунда хотите вы попробовать пересдать в руки и она не присылает еще раз то же самое только другие вопросы и там я прошел самое удивительное и тогда еще думал блин ну только раундов прошли и вопрос она не перепрессовала ну интерес был ко мне явно и почему я не прошел это ну прям тогда я расстроился блин ну как так-то а у тебя был их какой-то такой момент во время всего это депрессии назвать или когда ты понимаешь что получаешь отказа отказа отказ наоборот с каждым отказом нет блин я все таки устроишь я буду работать наоборот но наоборот вот так вот было серьезно берите пример и вторая часть вопроса про про то что сейчас увольнение у вас есть какие-то сокращения вообще из твоих знакомых ну я знаю некоторых людей там из фейсбука все-все сократили но у которых сокращали коллег как это все вот так вот произошло и когда они узнали вечером из нью-йорк-таймс то у них запас сокращение им никто ничего не говорил они из нью-йорк-таймс это прочитали и завтра действительно было сокращение да и там причем были такие стрёмные истории он мне рассказал там людей которые получили оффер под фейсбук переехали но еще работать не начали и уже сократили а ты представляешь он уже то есть он не отработал то есть вот эту программу лояльности которым фейсбук увольнял она мимо он заключил контракт на рент работа уже нет а контракт есть а штрафы не отменял не у нас слава богу ничего этого не было но я слышал историю есть еще есть еще люди которые работая в фейсбуке больших конторах берут кредиты себе под хорошие кинем там ладно кредита куча людей которые по h1b и сейчас уволили да 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 условно там у многих подходила там уже концу это там что там три года чтобы подаваться на грин карту там осталось пару месяцев уволили все аннулировано ищи нового чтобы устроиться на h1b и жди опять три года это жестко это жестко согласен когда вот это проходило прям а это было как раз та волна увольнений она была как раз в то время это уже была вот прошлой осенью это был ковид это был ковидный нет прошлой осенью в двадцать первом году в конце года когда фейсбук сократил все сокращались здесь фейсбук гугл apple amazon это был начиная с сентября сентября прошлого года у меня тогда заканчивался контракт в концу сентября прошлого года я подходил год окончания контракта переживал нервничал это ничего не сказать слава богу у нас все нормально да так что я думаю что если ты ну вообще не конкретно ты вообще есть если вы знаете свое дело умеете умеете разговаривать умеете решать эти все именно рабочие задания интервьюшные задания то вы найдете работу у меня знакомый он в амазоне работал тоже переживал будет ли не будет сокращение будет не будет то есть под первую волну не попал потому что по вторую нет но под третью точно попал и но нашел работать через две недели конечно все утрирует у мелких компаний всегда нехватка кадров и вот сейчас мелкие начнут расти потому что вот они кадры да вот и все будет не google сейчас там был поработал там в угле но будет сейчас какая-то другая компания какая разница работа та же деньги те же все тоже но может быть понятно что есть разница да окей есть разница но ты не умрешь в голову ты найдешь работу если ты знаешь что ты делаешь ты умеешь это делать рынок айти он огромный открыть просто линкдин посмотреть количество вакансий можно с ума сходить сайте сколько их по америки кто по гороскопу у тебя это скорпион рыбы рыбы я просто думал ты себе это нарисовался это да это ольга спрашивала я не знаю для чего может нам составляет составляет эту карту реально ли работать одновременно на две компании как но 8 часов рабочий день ну да 16 часов вполне причем на одной закончил потом другую не не ну типа там одной рукой на одной компании работы нет не получится на фигня получится будет и там плохо и там плохо и с одной какой-нибудь рано и поздно уволит а там и следовательно из второй есть был был какой-то был какой-то пост пару лет назад что парень написал ну не знаю то ли то ли это правда то ли это такой литературный жанр он говорит что типа я занимаюсь тем что я устраиваюсь на работы и и работаю там ну и этом не работаю то есть он устраивает проходит интервью его зачисляют штат он там ничего не делать не выходит ни на митинги никуда то есть через через неделю через какое-то время ну или тянет время как как может через какое-то время они понимают что что-то не того они его увольняют и они выплачивают ему компенсацию за увольнение потому что когда увольняют когда компания увольняют неважно по какой причине то там кто виноват компания выплачивает два два оклада Ну, два месяца еще. То есть, считай, два с половиной месяца. И он писал, что, типа, он зарабатывает в год полтора миллиона или около того, из-за того, что он проходит. А? Ты веришь в это? Ну, оно такое, это какое-то спортивное интервью. Мне были, когда я интервью проходил, у меня были такие звонки от таких очень непонятных ребят, которые мне предлагали такое. Говорят, давай, ты устраиваешься в компанию, так как у тебя есть документы, мы будем работать, а как бы ты будешь получать столько-то процентов от зарплаты, а такое-то нам. И, ну, из Индии ребята разные такие звонили. Я говорю, не-не-не, мы с вами мутными схемами. Такие были, причем таких звонило много, которые предлагали вот реально вот такие схемы. Наверное, может быть, они где-то здесь сидят, у них нет документов, он не может работать. Ты им нужен просто, как типа с документами, вот работай, а он за тебя будет. Я такое вот видел. Вот, ну, не ведитесь на такое. Я не пробовал, но звучит уже очень стрёмно. Начинать с такого, ну, очень так себе идея. Ну, да, это особенно, если какие-то незнакомые люди. Да, да, да. Это, ну, звучит очень стрёмно. Я как бы сразу говорю, не, ребят, до свидания. Даже с таким общаться не буду. Тут даже просто могут быть какие-то просто эффекты, типа там какой-то кот куда-то утащил и так дальше. Ну, да, 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 нафиг на там их, что там может быть? Реально, там свистнет кот, еще что-то свистнет. Это тоже нам доступ дать, да? Нет, это бред. Какой-то промышленный шпионаж, возможно. Да, 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 поэтому нет. Такие просто я к тому, что будьте готовы, что такие звонки могут быть. Просто посылайте и даже не общайтесь на эту тему. Это очень-очень криминальная история. Потому что если в серьезную кампанию подписываешь очень много NDA, и вот нарушишь в итоге, когда поймает, нарушишь их ты, не они. Ничего не будет. А вот тебе... Ну, да, это будет... Поэтому даже не пытайтесь. Карьера может очень резко закончиться. Ну, карьера там, ладно, чтобы жизнь-то не закончилась. Или там закончишь в местах, в поле отдаленных. Могут и такие быть, как бы. Ну, поэтому NDA – это серьезная штука. Тут спрашивает Анастасия. Советуешь подаваться на все вакансии подряд? Ну, я подавался. Я подавался на все. Я говорю, первый месяц, пока я искал во Флориде, я искал Флорида, и такое Junior, Middle, и там Asshade было написано. Я вот такие выбирал себе, такой фильтр, и каждый день вакансии за последние 24 часа просто всем подряд полетели. После месяца неудачного Флориде я начал просто прям по всем. Уже просто US и погнали. И рассылал просто всем. Каждый день за последние 24 часа очень много, реально очень много резюме разошлал. Несколько сотен точно. Прям просто всем подряд. Но один источник был, только LinkedIn. Я нигде больше не искал, только LinkedIn. Телефон горячий был? Да, да, я говорю, звонков было очень много. То есть там во Флориде, когда там по Флориде, ну, там может несколько звонков, там один-два звонка там пару дней. Но когда уже началось по всей Америке, там уже по несколько звонков день каждый день. То есть там прям, ну, в основном, конечно, рекрутеры, но были и не рекрутеры, когда было слышно, что это прям, ну, HR из компании. И были большие компании разные. Были, были. Что ты порекомендуешь по резюме? Как писать резюме? Ну, не в плане опыта, а в плане стиля написания. Правду. Я имею в виду правду в том плане, что не писать тулы, скиллы, которые ты вообще не знаешь. То есть писать тулы, вот писать те тулы, которые ты знаешь. Потому что, ну, прилетит по ним вопрос. И прилетит, завалишься. Да, там с опытом. Там, окей, может, у меня очень, там, не совсем своеобразно. А там с нуля начинает, там опыт будет какой-то. Но, ну, во-первых, не придумывать на нас совсем какой-то космический опыт. Потому что надо соответствовать. Если ты там напишешь, у меня 5 лет опыта, а ты мэниуал, ну, как бы, очень подозрительно для работодателя, что ты через 5 лет все еще мэниуал. Да, там, я думаю, ни один работодатель не хочет видеть мэниуал больше одного, там, полугода, года максимум. Ну, поэтому... А у тебя есть, ну, у тебя же все равно есть мэниуал-таски? Есть, конечно, есть, есть. Есть тесты, которые просто не автоматизированы. Там со статусом над автомейтабл, все. И, конечно, ты мэниуал, ты тоже это делаешь. А какое сейчас отношение примерно, как ты чувствуешь? Очень тяжело сказать, знаешь. Я тоже пытался подумать. Но потом последний месяц 100% автомейтабл, наверное. Вот последний месяц. До этого три месяца была активная фаза мэниуал-таски. У нас компания работает по agile, но софт, консоль, это больше waterfall. То есть релизы не раз в две недели. Это все-таки очень большая система. Это операционная система. То есть там винда, маг, и вот это такая же операционная система. Огромная. Очень огромная. И поэтому, когда там перед большим релизом идет активная фаза мэниуал. И в мэниуал много не автомейтабл. Надо автомейтабл. И до этого месяца два может было соотношение мэниуал 70 и автомейтабл 30. То есть сейчас вот эта фаза закончилась. Сейчас я полностью автомейтабл пока чиню все, что поломалось. Что ты порекомендуешь? Ну, мы, в принципе, уже будем закругляться. Так мы уже такие общие рекомендации. Что ты рекомендуешь про прохождение собеседования? Какие качества нужно развивать? На что обращать внимание? На что можно о чем зря не беспокоиться? Я, честно, не знаю, как это вопрос. Вот реально не могу пока это сказать. Очень много было интервью. Все, знаешь, вот все, они вроде как и разные, но все одно и то же. И вроде одинаковые. Потому что вопросы-то, в принципе, все одни и те же. Просто они заданы все под разным углом. Отвечать на вопросы, не бояться, не нервничать. Если не знаешь, лучше скажи, что вот я затрудняюсь ответить или еще что-то. Не придумывай ерунду какую-то прям вот совсем. Я не знаю. Не нервничать тяжело сказать. Нервничаешь. Я нервничаю. Там, блин, 300 интервью было. Нервничаю. Все равно нервничаю. Потому что ты не знаешь, как оно пойдет. В процессе разговора может пойти, перестаешь нервничать. Даже перед этим интервью сейчас я нервничаю. В процессе разговора минут через 10 я вообще все легко полетел. Поэтому это тяжело. Нельзя подготовиться, потому что ты не знаешь, чего ожидать. Ты просто очень твястный. Нервничайте. нервничайте, но просто в этот момент все равно не отключайте мозги. Думайте, отвечайте на вопросы. Все видят, что ты нервничаешь. Они ждут от тебя, что ты будешь нервничать. Но они в то же время и ответы от тебя ждут. Если ты нервничаешь, но ты ответил, какие проблемы? Нервничай дальше, если ты все знаешь. Я где-то слышал такую штуку про самураев, что самурай всегда он себя воспринимает всегда мертвым. Чтобы не переживать, что его убьют. Вот так же, да. Вы безработный. Чувствуйте себя безработным. Не переживайте, что вас уволят. Я не знаю. Точно. А по английскому? Английский вырос. За полтора года он вырос. Как ты рекомендуешь развивать английский язык? На ком? Я когда пришел в компанию, у меня английский был тоже очень такой прям. Очень-очень-очень слабый. Не слабый, наверное. Очень-очень средний. Как бы разговаривать. Ну, интервью я проходил. Да, то есть там интервью я проходил. Ну, моя твоя понимает. Но ты когда говорил, ты сильно тормозил, подбирал слова и тому подобное? Нет. Я вообще, когда разговариваю, я привык, конечно, активно вести беседу. И в этом плане с английским, да, часто может звучит оно неправильно. Потому что мы же как? Мы думаем по-русски, переводим, бла-бла-бла. То, что активно ведешь беседу, очень быстро получается перевести и не всегда правильно. Я это замечал, да, в чате, допустим. Ты в слайке что-то пишешь на английском, потом читаешь. Ну, что за херня? Время было подумать, и ты переписал уже нормально. А когда говоришь, такого нет. Нет, не тормозил, говорил, вот как сейчас говорю, так говорил на английском. Наверное, криво, коряво. Может быть, неправильно. Меня понимали, я понимал. Это помогло пройти интервью. Вот это был самый главный результат тогда. Вот на этом точно не зацикливаться. На английском это уж точно. Здесь, блин, полстраны, так говорят. И, блин, есть такие персонажи, которые твой английский там и любой покажутся еще так очень лайтово. Есть прям очень крутые ребята. Да, да. Французы, как говорят по-английски. Ой, вообще. Как говорят по-английски? Французы, прикольно говорят. Он говорит вроде по-английски, но ты слышишь французский, блин, ну, хоть ты тресни. Я не знаю. Поэтому нет. По этому поводу вообще не париться, реально. По поводу языка придет со временем. Каждый день участвуешь в митингах. Куча митингов. Куча информации. Сколько читать, всего. Оно придет. Поэтому это ерунда. Анастасия говорит, что французы просто очень любят свой язык. Да. Я ничего против их языка не умею. Я даже в школе у меня был как второй язык. И я на него забил, и все. Хороший язык, красивый, звучит классный. А просто к тому, что понимать их тяжело, потому что он вроде говорит на английском, но ты слышишь французский. Ты не понимаешь. Такое. А у нас есть несколько людей. Но придет, надо будет, поймете всех. Все мигранты. Все мигранты. Да, да. Я говорю, вот у нас тут все мигранты. Я говорю, у нас американцев, в команде из 12 человек, 3. Все. Это уже их проблема. Ну да. Ну не то, что их проблема. Там ни у кого нет проблем. Все нормально общаются. Там даже не зазорно, если тебя не поняли, сказать sorry, didn't get it. И все. И тебе повторят. Нету никакой вот этого. Не понял, ну иди отсюда. Нет. Окей, без проблем. И тебе повторят. Мне даже кажется, что наши соотечественники приезжают с такими очень высокими требованиями к себе. О, у нас очень завышены требования к себе. Я почему бросал вот это все, не подавал раньше, потому что я думал, я такой сижу, думаю, так, я знаю Пайтон, я знаю это, знаю это, надо подаваться. Да нет, ни хрена не знаю. Ну куда я? Кому я такой нужен? Нет, ни хрена. И вот дальше вот пинок был. Это вот все. Когда я уже уехал из Нью-Йорка, я понял, что надо искать работу. И вот это был пинок. Если бы я не уехал, работал дальше на складе, я неплохо работал, нормальные деньги были. И как бы я начальником был, работал, работа такая небележащая. Я понимал, что ну это не то, с чем я хочу заниматься. Это скучно. И вот это был пинок. Даже для меня вот это был пинок. До этого я откладывал два года вот это все. Хотя, наверное, я думаю, я мог бы раньше. Хотя бы, да, условно там, я спокойно мог искать по Пайтоне. Где не надо там два языка, по Пайтоне я мог искать. И, наверное, я мог бы даже пробовать искать Пайтон-разработчик. В принципе, потому что у меня были неплохие знания там. Как бы базу данных прикрутить знаю, то знаю, это знаю, юнит-тесты знаю. Ну, уже нормально. На джунию тянет. В общем, ты все говоришь про уверенность. Ну, конечно. Ну, не то, что... Ну, да. Надо быть уверенным в себе. Надо просто быть... Не опускать руки. Надо быть уверенным, что ты найдешь работу. Все. Не эту следующую. И немножко пофигистом. Ну, да. Потому что... Ну, отказали. Откажут. Блин, откажут. Сто раз откажут. Я не помню. Помнишь Денис Даншин? Сколько его... Вот ты, по-моему, про него тогда рассказывал. Сколько он получал отказов? Это норма. Ну, да. Я получил тоже. Я уверен, я получил. Ну, сотню точно. Ну, реально. Сотню я получил. Если бы на нашем... Если на нашей встрече была бы Малышева, она сказала бы, отказы на интервью, это норма. Да. Я получил, наверное, сотню отказов. Еще, наверное, сотни две просто без ответов остались. Где я не получил ни да, ни нет, где просто игнор. Ну, и нет, и нет. И черт с ним. И я вот, ну, нашел. На таких же условиях, грубо говоря, был там плюс-минус. Да? Так что, кто нас слушает, берите пример. Не опускайте руки, самое главное. И все будет. Да. Такая Малышева. Да, врач из телевизора. Да, да, да. Она самая. С первого канала, которая. Да. Она сейчас в Нью-Йорке, кстати. Ну, где-то там. Или в Нью-Йорке. Или в работу, конечно. Или в Нью-Йорке, или в Майами. Но она невероятно богата. Ну, просто там... Да я видел этот дом, который себя показывает. Я жил в Нью-Йорке. Ну, ладно. В общем, концентрируемся на себе, на Малышевой. Она там... На Малышевой вообще не концентрируйтесь. Там даже полезного в жизни не получите. Просто забудьте это, как страшный сон. Никогда не возвращайтесь к этому. Да, в общем, думайте о себе, о своих корыстных, корыстных целях. Это, может быть, вам поможет быть более уверенным и таким снисходительным к своим каким-то неудачам или отказам. Причем все нормально. На самом деле, кстати, я хотел предложить, вот только я сказал. Условно. Ну, я всегда открыт по таким встречам поговорить. Мы когда еще учились, я помню, я, блин, часто прям команду всю свою задавал. Давайте, блин, пообщаемся. Ну, вне уроков, чтобы там ответить, помочь, ответить там на вопросы, у кого какие были. Это очень, на самом деле, помогает. Это полезная вещь. Так что я вернулся обратно в паск-канал в слайде. Если у кого-то какие-то вопросы, там пообщаться, хадл, то все, без проблем. Ты, кстати, если интересна разработка на FullStack, то возвращайся. Мы сейчас начинаем новый проект. Там очень много всего интересного. Не-не-не, это будет просто сейчас чуть-чуть другие цели, но это явно будет полезно. Я просто могу сказать, там для сравнения фронт-энд-консоли на реакции. Да, я понял. Вот, то есть, это будет полезно в любом случае. И поэтому я никуда не забиваю ничего. Вот, наверное, чуть-чуть попозже. Хорошо. надо определенных целей тут достигнуть, а дальше посмотрим. Хорошо, спасибо. Ты очень вдохновил. Я чувствую, что вдохновил многих наших слушателей, большинство из наших студентов. да, так что вот вы видите пример, стремитесь, у вас все получится, от вас требуется только максимальное количество попыток, спрашивайте и действуйте, спрашивайте, действуйте. Все правильно. Да, подняли настроение, пишут. Отлично, да, посидели, посмеялись, повеселились. Я говорю, еще пообщаюсь. Мне не хватает здесь общения на русском, реально. Рубки тут очень мало. Я с удовольствием пообщаюсь. Без камер можно более откровенно. Так что, кто в курсе, кто может найти Юру в Slack, найдите, пишите, отправляйте. Да, в General, в канале General она точно есть. Да. Как зовут меня Юра. Ну, мы скинем. в общем, напиши в General, тебя на иду засыпают открытками, этими гифками. Все. Спасибо. Спасибо тебе. Большое видео на интервью. Приятно, и увидите, поболтать. Счастливо. Счастливо. Всем пока. Пока.